всем привет привет мои хорошие что-то у аленки волосы дыбом торчат привет мои дорогие я приветствую вас на своем канале наша жизнь германия время 11 часов мы уже позавтракали все вы разбежались кто куда кто по школам кто по работам выходные прошли бурненько видели какая у нас рыбалка шикарная было если не видели заходите смотрите что в коротких видео что в длинных видео youtube у меня показана рыбалка каких мы наловили вещей и сегодня в стриме мы будем их жарить много чего будем делать а сейчас я хотела с вами поделиться своей прошлой жизни как я родилась какая я была аленка почему меня назвали ну и все остальное смотрим вот такие фотографии у нас помните были альбомы такие с это с полароида и сейчас мы с вами все 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 рассмотрим вот столько фотографий я смогла привести из россии сколько фотографий и сейчас мы с вами все рассмотрим есть прям старинные фотографии и мы с вами все рассмотрим без подготовки без ничего первое что хотела я вам показать первое что я хотела вам показать сейчас покажу помните полароидные фотографии сразу фотографировались и сразу выезжала все вот она вот этой фотографии 56 лет скоро будет вот такая родилась аленка толстуха интересная вот такая красотка я родилась поэтому и спрашивают почему аленка вот завяжите мне сюда платочек представьте что я в платочке и и шоколад аленку представьте смотрите шоколад аленка и аленка в платочке представьте меня вот такая я была скоро 56 лет будет 4 ноября вот моя бабушка эмма которая немка вот такую меня держит толстуху потом вот такая еще была вот она вот аленка с бантиком ведь какая красотка вот она аленка потом вот такая еще аленка была вот такая худая я была наверное в седьмом классе да до десятого была такая худая ручки худенькие сама худенькая а это тоже аленка вот это тоже я вот видите какая с мишкой господи этим фотографиям уже столько лет вот я певица в третьем классе пела песни до сих пор помню загружать все больше нас стали почему-то это я в общежитии уже такая современная это я в седьмом классе вот у нас такие прически были модные это я в общежитии тоже такая худая была это мы с девочками в комнате фотографировались в общаге на урицкого 33 кто знает урицкого это мы на лекции сидим фотографируемся вот в школе учились помните такие сапоги аки аки вот 11 группа наша была с девчонками на физмате училась в педагогическом институте немножко свет светит мешает вот в общаге я уже модная современная подстриженная рисовали на стенах красивые у нас стены были разрисованы это у нас был урок не урок медицина была и мы проходили медицину здесь мы всем классом со своим преподавателем мат анализ она у нас вела вот мы с натальей моя сестра на 10 лет младше меня ну а это наши свадебные фотографии 36 лет мы уже совместно с константином живем поженились 9 июля вот такие мы были молодые и юные красивые худенькие стройненькие как кипарисы да воспоминания дело тонкая петруха вот наша группа была это мы ходили в киси по моему в институт и там дискотека у нас была вот такая я тоже была ой всякие разные себе прически сама выдумывала вот в общежитии со своими двумя подружками олесенька с которой мы дружим до сих пор сама себе костюмы платья юбки шила господи такая рукодельница была и мастерица константин мой расписывается на свадьбе это мы в пионерском лагере загорели с натальей наталью брала всегда с собой в пионерские лагеря два года была пионер вожатой пока училась была и пионер вожатой наталью с собой всегда везде таскала свою сестру ну а вот певица конечно была классная в кремпленовых брюках помню до сих пор эти кремпленовые брюки ну и вот аленка вот такая в платочке настоящая аленка завяжите мне платочек и вы меня увидите а сейчас у нас с вами идет константин с его семьей это мама и папа константина вот такая наша была красотка баба валя моя свекровь у Константина отец был военный он открывал место рождения и там получил тяжелую болезнь от которой потом умер очень рано умер Косте наверное было лет 12 вот такой мурзилка вот такой хорошенький у нас Артемка у нас Максимка на него сильно-сильно похоже в молодости это вот он тоже малюсенький интересный ну а это армеец наш пограничник наш защитник Константин собственной персоной вот такие мои родители молодые это Анина была свадьба и вот сейчас покажу вам мою свекровь бабу валю это вот баба устинья про которую я вам всегда рассказываю девяносто восемь лет прошла и вот ее три дочери Ира Валя и Нина Нина это вот которая сбоку слева сидит это которая вот умерла при нас Костя ее еще нынче застал и разговаривал с ней все были умные все очень грамотные женщины это вот баба валя к нам приезжала три раза я уже рассказывала что все три раза прилетала по три месяца жила и вот Максимка маленький на колясочке она его прогуливала прямо как фрау Валентина вот наша баба устинья здесь баба валя сколько бы ни приезжала раз всегда у нас были застолья всегда у нас были перы мы ее откармливали у нее щечки розовели она становилась фрау-фрау настоящая мои родители также помогали всегда в воспитании детей и внуков вот так мы отдыхали в палатках на Шура вот и Аня сидит и Олесенька наша сидит и мы сидим на машинах вот вот такие у нас были хоромы в палатках это я работала в магазине с девочками вот узнаете меня вот там на заднем плане я стою вот так постоянно потом вот мы тоже на море стоим вот мы отдыхаем Артемка вот он маленький бегает с нами все дети всегда были с нами я не знаю откуда идут сплетни кто их посочинял вот они сидят задом кто посочинял сплетни про нас ходят сплетни слухи ходят что мы ездили отдыхать всегда одни бессовестные люди те кто не знают те кто сочиняют да все кто никогда с детьми со своими не отдыхал те и сочиняют шашлыки делаем а вот наша была Алина Ярославовна начальница и еще одна начальница вот так мы работали в магазине все вместе и с девочками до сих пор общаемся с девочками вот ездили тоже на озеро рыбачки а это мы уезжали в Германию плакали вот такая мама молодая была а я беременная беременная вот так в окошечко смотрели и прощались со всеми ехали народу провожала нас море вот такая была красота что еще хотела вам показать вот такой Максимка у нас родился краснощеки потом вот такой маленький стал пухленький был пока не переболел много-много раз все праздники им отмечали народу всегда было много ребятишечек это маркушенька наш маленький Артемка маленький вот у меня даже есть фотографии где Максим видео заснято и кто-то со мной ходил говорит но надо же настоящий каштанов уже здесь был похож на каштанов представляете еще хотела вам показать вот так я люблю украшать столы сама лично украшала свадьбу Анюткину вот такая была красота рюмочка к рюмочке тарелы эти салфеточки к салфеточкам на 70 человек украшала столы что хотела вам сказать в конце самое хорошее не слушайте никогда не слушайте никогда сплетни не слушайте никогда людей те которые могут наврать наврать кучу наделать столько всего наговорить столько всего чего нет на самом деле вот мои живые фотографии сколько еще фотографий осталось в России у тетушки в лесосибирске сидели смотрели наши фотографии сколько у нас было праздников сколько у нас было именин, как у меня накрываются столы и ломятся от еды. Это уже ни один человек со мной не может сравниться и с тех, кто болтает про меня всякую гадость. Но ничего, ничего, мы с ними встретимся. Обязательно встретимся. Я просто уверена, я никогда ничего не оставляю на потом. Я всё делаю сразу. Разнесу в пух и прах. Только услышу про меня что-нибудь плохое. Нет, побоюсь этого слова, разнесу. Всё, мои хорошие, хотела за здравие, кончила за упокой. Всё, как всегда. Просто позвонила мама, много новостей рассказала, много сплетней рассказала про меня, что якобы я веду плохие каналы, якобы я говорю то, что не надо говорить, буду говорить, говорю и никого не побоюсь разрешения спросить, да и никого не спрошу, что мне говорить на своём канале. Создаём свои каналы, разговариваем, общаемся и что хотим там, то и говорим. Встречусь обязательно. Всё, всем пока-пока. Забыла показать вам. Вот такие поделки шил у нас Артёмка в школе, на трудах. Подписывал Бабе Вале. Вот такие подарочки наши дети с детства уже любят делать. И вообще я горжусь своими детьми, умными, красивыми, и которые уважают и ценят своих родителей. Теперь точно пока. Всем пока-пока.